Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Улимажлиса. Обсужден отчет Кабинета министров о ходе реализации государственной программы в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения за первый квартал 2021 года. В центре внимания ряд вопросов, касающихся отчета Кабинета министров о реализации государственной программы за первый квартал текущего года. Отмечалось, что общий объем расходов госбюджета составил 34,1 триллиона сумм, из которых на социальную сферу ушло 18,2 триллиона сумм. Особое внимание уделено поддержке молодежи в совершенствовании системы защиты студентов, нуждающихся в социальной защите и обеспечению принципа справедливости. Выделяется кредит студентам, обучающимся на контрактной основе, семьям, у которых два или более детей. Особенность этого кредита является то, что студенты будут погашать эти кредиты после окончания высшего учебного заведения. А также в ходе обсуждения отчета особое внимание уделено 203-му пункту и 235-му пункту государственной программы. Эти пункты связаны с высшими учебными заведениями, в частности, открытие президентского вуза. 200 абитурентов, набравшие самый высокий максимальный балл, будут получать президентский грант. Гранты предоставляются студентам не только государственных вузов, а также частным вузам и вузам, которые являются филиалами зарубежных учебных заведений. В рамках госпрограммы также осуществлен ряд работ по укреплению здоровья населения, планомерному продолжению борьбы с пандемией коронавируса, повышению качества санитарно-эпидемиологических услуг, развитию пельничного звена медицины. Парламентарии отмечали, что имеют место проблемы, связанные с нехваткой медоборудования в регионах и недостаточным количеством врачей узкого профиля. В этой связи каждая фракция политической партии высказала свои взгляды, мнения и предложила свои решения по устроению недочетов. Представителями фракции обращено внимание на развитие системы обслуживания наших соотечественников за рубежом, в защиту их прав и интересов, определенных в государственной программе. Выслушав мнение всех фракций, депутаты приняли отчет кабинета министров. По итогам заседания принято постановление, отражающее предложение по дальнейшему совершенствованию эффективности соответствующей деятельности правительства.